Вечерняя молитва в нашей Киевской архиепископии Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Аллилуйя! Приветствую всех друзей церковной реформации, приветствую всех братья, сёстры, дорогие друзья, дамы и господа, Аллилуйя! Аллилуйя! Да, начался уже эфир, 6 часов вечера по киевскому времени И я имею возможность с Киева делать прямую трансляцию, включение Слава Богу! Приветствую всех братья, сёстры, дорогие друзья Приветствую, кто подключается, кто подключился Слава Богу! Привет всем с Киева, с нашей Киевской архиепископии Сегодня 25 февраля 2019 года Доброго вечера, Аллилуйя! Приветствую, слава Богу! Сегодня я в Киеве, завтра утром тоже буду здесь И постараюсь уже в среду, получается, уже буду во Львове А вечером в среду уже будет служение Да, получается так В церкви Агапа Молюсь сейчас о поездке во Львов Слава Богу! Пусть город Льва Льва из колена Иудина Иисуса Христа город Пусть будет благоставен Аллилуйя! Благоставляю всех вас А здесь, на берегах Днепра Сегодня прославляем имя Господа нашего Спасителя Иисуса Христа Слава Иисусу Христу! На веке слава Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения И нет другого имени под небом данного Нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся Слава Господу! Вот, и сегодня вечером В этот вечерний час В вечерней молитвы Также совершим хлебопреломление Причастие Евхаристию Рассуждая о теле крови Нашего Спасителя Господа Иисуса Христа Такая импровизированная сейчас литургия Вот, слава Богу! Вот, прямо перед эфиром Да, приветствую свою семью Надеюсь, уже тоже подключились Так вас можно в гости приглашать Я живу во Львовской области В область я не знаю, смогу ли приехать Но, почему бы нет А, кстати Я буду в гостях у пастора Церкви Агапа Андрей Макатышин Это Зымневода Так вот называется, по-моему Это прямо рядом со Львовом Такой поселочек Такое село Да, Зымневода, по-моему, так называется Вот Если от вас недалеко, то Было бы интересно тоже пообщаться бы Буду рад Буду рад и у вас побывать Слава Богу! Я просто без транспорта Безлошадный И привязан К тому, что меня вот Привезут, увезут Или же, в принципе, бла-бла-кар Я езжу с Киева до Львова И обратно Нашел попутчиков Слава Богу! Так что я пишу там на бла-бла-кар Что я священнослужитель Что люблю Господа Иисуса Христа Рассказываю людям О Боге, о вере, о спасении И в этих поездках Я их называю даже бла-бла-черч Потому что Не просто даже поездка Часто получается, что Так Получается у меня свидетельствовать Как раз о Христе О чудесах Божьих Так что Иван Левков Буду рад и у вас побывать Слава Богу! Может быть даже с братьями Кстати Будет во Львове Со мной еще Наш брат дорогой Руслан Грицев Отец Павло Вин с Тернопольщины Тернопольская область Вот Он села И он во Львове Тоже будет со мной вместе Мы вместе будем На Стрийской Там на служение Да В 7 часов вечера У них собрание служения В 7 часов вечера Вот В среду Так что добро пожаловать Друзья Братья Сестры Кто во Львове Зимняя вода Одна из наибольших сил Украины Добрый вечер Пан Сергей Али А Пастор Сергей Роман Слава Богу Да Зимняя вода Называется А Наибольших сил Я даже не знал Что Ну да Я бывал там уже Видел что там На самом деле Поселок такой И довольно большое село Такое Да Теперь буду знать Слава Богу Вот там как раз И пастор Андрей Мекетышин И проживает Очень хороший Христианин Он выходец С Греко-католической Зимна Ане Зимни Да Зимна Вода Зимна Вода То есть Зимняя вода Получается тогда Вот И Не Зимни Да Зимня Зимна Вода Вот И значит И пастор Андрей Мекетышин Он значит Сам Выходец Греко-католичества Он собирался Стать Традиционным Католическим Священником Вот И даже Да Петр Синица Здесь Привет дорогие Аллилуйя Не Ц Холодная Вода Ну да Да Холодная Вода Зимняя Вода Значит Холодная Вода Да Ну короче Ладно Разберемся Слава Богу Вот И Он стал Евангельским Верующим Пастор Андрей Вот И вот Церковь Которую Он вот Пасет Во Львове Да И является Пастором Этой церкви Учителем Слава Богу Таким Очень Добросовестным Служителем Это Пастор Андрей Да Он Церковь Церковь Агапа Называется Агапа 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 Это Любовь Одно из слов Которые Обозначают Любовь В греческом Древнем Языке И вот Агапами Называли В древности Вот эти Как раз Вечери Любви Вот то Что мы Называем Сейчас Хлебопреломлением Допустим В традиции Да Церковной Это даже Не само Даже Вот как бы То есть Это было одно Как бы Торжество Веры Вот Но потом Разделилось Как бы Еда отдельно Пиршество Отдельно Да Значит Общение Там Как говорится Да За столом А Само хлебопреломление Отделили Как бы В отдельное Уже Как бы Таинство Что ли А в древности Это было одно Ну как и в писании Это говорится Что Иисус С учениками Они Не натощак Это совершили Причастие И они совершили Это после Такой Довольно Плотной Трапезы Значит Пасхальной То есть Им надо было За Вечер Съесть Ну Целое Там Целое Животное Запеченное До утра Нельзя было Ничего Оставлять Как бы Значит И вот И По Традиции Значит Некоторых Таких Как говорится Сект Тогдашнего Иудаизма Собиравшихся Чуть пораньше Вот Иисус Тоже С учениками Получается Ел Пасху Раньше Чем Весь Остальной Израиль Вот И Они Пиршествовали Поели Вот А уже В завершении Когда уже Все было съедено Выпито Ну они Целого барашка Уговорили Но там Было Как минимум Тринадцать Ну и плюс Еще тот мужчина Что нес воду Плюс еще Хозяин дома Ну там Может быть Человек двадцать Не знаю Сколько было Хотя обычно Рисуют тринадцать Иисус С учениками Вот Но там Наверняка Был и хозяин дома И вот тот мужчина Несущий воду Еще кто-то И они ели Вот эту Пасху Ели Вот кстати Одна из композиций Таких художественных Вот как раз Эскизов моих Вот именно О Пасхе Что едят за столом Не только Иисус с учениками Там много Людей разных Разных Даже Не только Тех веков Но как бы Более современных Уже Даже разных цвета кожи Тоже за столом Вот как бы И Вот Вкушают Вот И там где-то Ангела даже То есть Как бы трапеза Вселенская трапеза Такая причастие Хлебопреломление Шалом Сережа Добрый вечер Инна Аллилуйя Инночка приветствую Да Я Лицезрел Прямо сейчас Перед собранием Свою внучечку Красавицу нашу Вот Дети назвали ее Алина Я называю ее Адар Гадаса Вот И Эта девочка Уже Сегодня выписали Настю Значит Старшую нашу дочь Вот С Рудом Уже Вот Вместе с нашей внучкой Вот И я Дважды уже бабай Дважды дедушка Вот Очень рад этому Слава Богу И вот Красавицу Это увидел Сейчас вот Слава Богу За технологии Слава Богу За интернет Слава Богу Что мы живем Сейчас в то время Когда Как говорится Космические корабли Там бороздят Просторы Вселенной Сейчас вот Израильский Там корабль Полетел на Луну Слава Богу 11 апреля По-моему Они там Уже будут Приземляться На Луне Как бы И уже Вот друзья Флаг Израиля И там надпись Ам Израиль Хай Народ Израиля жив Почему? Потому что От Авину Хай Наш Бог Наш Отец Живой Аллилуйя Вот так вот Так что Друзья Благоставляю всех вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Благоставляю Свою супругу Сейчас Иисус Сергеевну Благоставляю Наших детишек Вот Благоставляю Наших внуков Вот И Всех вас Братья Сестры Дорогие друзья И совершая Таинство Хлебопреломления Я понимаю Причастие Это Причастность Причастие Божескому Естеству Сопричастность Да Причащение Причаститься Да Стать частью Сопричастным Этому Божескому Естеству И самая Великая Тайна Нового Завета То что Бог В нас А мы В нем Христос В нас Упование Славы И вот Это Причастие Оно Собственно Хлебопреломление Оно совершается Да По разному Конечно В разной конфессии В разной Динаминациях Вот наша Традиционная Православная Литургия Одна из Жемчужин Вообще Вот В таком Пестром Калейдоскопе Различных Христианских Богослужений Традиций Разные конфессии Разных ветвей Христианства Вот древние Такие ветви Довольно древние Полутора Тысячелетние Православные Ветви Они Действительно Ну Есть что Показать Людям Есть что Посмотреть Вот И Разные Традиции Разные Формы Есть В основном В христианстве Выработались Такие Еще С четвертого Пятого Особенно Столетия И дальше Вырабатывались Такие именно Литургии Именно такая Чинопоследовательность На основании Храмового Служения Иерусалимского Храма На основании Взяли За основу Также Синагогальное Служение Синагоги Традиционно Еврейской И добавляли Разбавляли Все это Христианскими Песнопениями Различными Традициями Все это Обрастало Со временем И выросла Вот такая Культура Христианская Православная В частности Петр Пишет Рассылай ролик Этот Своим Знакомым Дочке В Краснодар Аллилуйя Да Слава Богу Привет всем Да И дочке В Краснодаре Всем привет Огромный Слава Богу Вот В Краснодарском крае Бывал я Неоднократно Там проповедовал Слово Божье Вот И Даст Бог И в этом году Посещу Как раз Краснодар Значит Ростов Краснодар Вот проповедовать Слово Божье Вот И Ну и Ставрополье Тоже Вот Был вопрос На днях Как раз О Ставрополье Молюсь Кавминводы Это же Ставропольский край И там я бывал Неоднократно И там много Друзей у меня Вот Дагестан Также Карачаево-Черкесия Там Регион Вообще Как для художника Очень прекрасный Вообще Регион Живописный Колоритный Такой Очень Такие Хорошие Добрые люди Гостеприимные Разных Национальностей Разных Культур Разных Традиций Чаще всего Мусульманских Таких культур Мусульманская Традиция Вот Мне Традиция Мусульманская Знакома Культура Мусульманская С детства Знакома Вот По матери Ибрагимов Я Татарин По матери Поэтому Традицию Народную Такую Культуру Мусульманскую Я очень Люблю Очень Почитаю Очень Скажу так Дорожой Этой традицией Вот И когда в гостях Бываю В разных Мусульманских Народах Я как бы уже Как рыба в воде Я знаю Как бы Что это Очень добрая И хорошая Такая культура Но опять-таки Бывая в разных Культурах Христианских Там Мусульманских Разных Иудейских Я говорю О моем Спасителе Об Исе Масихе Об Иисусе Христе Об Иешуа Машиахе О том Кто есть И Альфа И Омега И начало И конец Тот Кто является Путем Истины И жизнью Открытый нам О том Я свидетельствую Всегда И на Блаблакар Путешествую И в поезде В самолете Где придется Свидетельствую О том Кто есть Действительно Воскресение И жизнь Наша Воскресение И жизнь Слава Господу Благоставляю вас Дорогие друзья Я совершая Причастие Евхаристию Знаете Рассуждаем Сегодня О теле и крови Иисуса Рассуждаем И рассуждаем Действительно Благочестиво Не полуправда Потому что Полуправда Она Ну скажу так Она не спасительна Ну конечно Спасительна в целом Да Для вечности Но Здесь На земле Также Бог хочет Нас благоставлять И через нас Распространять Своё царство Вот И когда Рассуждаем Мы благочестиво Не ограничено Не Вырвано Фрагментально Там Из контекста А во всём Контексте Библейском Рассуждаем О теле и крови Христа То Рассуждаю Я следующим Образом Что кровью Иисуса Христа Его Честной кровью Его святой кровью Его Жертвы Голговской Телом ломимом И кровью Святой Пролитой на Голговском кресте Иисуса Христа Моего Господа Спасителя Искупителя Целителя Я прощён Навсегда 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 Я спасён Бог простил Меня То что было То что есть То что будет Полностью Я живу во временном измерении Конечно мне это чудно Поверьте И как и любому нормальному человеку Это очень чудно Всё Даже и уразуметь Сколько лет Это я уразумею Разумею Разумею Но Понимая что До конца Это можно понять Лишь только в вечности Соприкоснувшись Именно с вечностью Потому что Ну Находясь во временном измерении Это невозможно понять Аллилуйя Пётр пишет Синица Моя родина Кисловодск Да Там бывал я Неоднократно тоже бывал А мои дети Восемь их у меня По жене Наполовину евреи Отослал Христианину Виталику В город Краснодар Анатолий Анатолий пишет Причастие Я размышляю Я есмь Хлеб Хлеб Жизни Обещаниями В будущем Кто его знает А кто его знает И как оно будет Потом Когда-то Когда вечности Вкусишь Благо Господь говорит Имеет жизнь вечную Сейчас Сейчас В воскресенье На служении Я Как раз Сделал такое Как бы Замечание Иллюстрацию Такую Точнее Иллюстрацию Такую Сделал Я рассказал Об одном Очень хорошем Священнике Православном Отец Иоанн Квятович Мой первый Духовный отец В Орле В восемьдесят Седьмом Году И уже В восемьдесят Восьмом Уже До Юре Де факто В восемьдесят Седьмом Году Я начинал У него Своё служение Как церковно Служитель В восемьдесят Восьмом Уже как Уже пострижен Чтеца Вот И подиаконствовал И Как чтец И хором Руководил И Как алтарник Тоже исполнял Обязанности То есть Ну всё Что Как дьячок В народе Говорят Моё служение Церковно Началось Именно с этого С первых Вот собственно Ну как вот В православном Чинопоследовании На пострижение Чтеца Говорится Что В молитве Что первая степень Священства Чтеца есть Вот И Потом уже И дьяконское Служение Нёс И священническое Ну священником Я стал В конце Девяносто первого Года уже Вот И знаете Вот так вот И Мой тогда Первый духовный Отец Наставник Да Отец Иоанн Квитович Он говорил мне так Серёжа Серожа Он мне назвал Серожа Он сам Западной Белоруссии И он так У него такой Диалект Такой белорусский Был Интересный Но мне он нравился Диалект этот Серожа Вот посмотри Говорит Вот там Не помню уж там Как он говорил Что Вот Верующие там Про рай Про ад Там говорят Но говорит Не правда всё А правда в том Что и рай И ад Начинаются здесь На земле Для человека Не там Когда-то Вот Когда-нибудь Там А уже сейчас Здесь на земле Кто-то 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 Уже Наслаждается Плодами Рая А кто-то Уже Чьё-то Уже Чьё-то Естество Уже Обжигает Пламя Ада Вот И я так Поразмыслил Да Действительно Так Я в общем-то Ему и рассказывал Своё Свидетельство Будем так Говорить Ну на Исповеди Свои опыты Переживания Бога Поэтому Как бы Для меня Это было Очень таким Хорошим Уроком Его наставления Анатолий Пишет Да Прошу вас Рассказать Ваше свидетельство Как вы встретились С Иисусом Спасибо Спасибо Ну Сейчас просто Вечерняя молитва И как бы Формат такой Коротенько Совсем Но более подробно Можно здесь же На канале Ютуба Наберите Свидетельство Христианина Или свидетельство Архиепископ Сергей Журавлев Или Сергей Журавлев Свидетельство Или посмертное Переживание Сергей Журавлев Там попадете Там много разных В разных городах В разных Собраниях Школах библейских Я об этом рассказывал И там записи есть Вот можете послушать А если коротенько Совсем То вот В неполных 13 лет Пережил первую встречу Свою с Господом Да Уже Почти 40 лет Знаете ли Прошло Время очень быстро Пролетело С момента Первой нашей С ним встречи Вот Она была В экстремальных условиях Эта встреча Ситуация была Более чем экстремальная Я заболел Двусторонняя пневмония была И умер Врачи не смогли спасти Уже Было поздно Оба легких Отекли И вот Констатировали Смерть мою Вот Закончилась тогда Моя жизнь Ну будем так В 12 с половиной лет Получается Неполных 13 лет даже Вот И Но Это было во благо Я пережил Встречу с Господом Моя самая первая Личная встреча С ним была Я до момента смерти Даже за секунду До смерти Я не знал вообще Что Бог вообще В природе существует Вообще Что Бог есть Вообще Я не знал Ни мусульманскую Ни еврейскую традицию Ни тем более Христианскую традицию Я вообще не знал Никакую религиозную традицию Я говорил о мусульманской культуре Которую я знал С самого детства С самого-самого раннего детства Но Вот мой дедушка Допустим Галя Ахмед Да Значит Татарский мой дедушка Он там у нас обрезал Всех мальчиков Татарских Еврейских Вот К нему приносили Вот Курбан Там праздновали Да Ели мясо Значит Курбан Байрам Но Это было не религиозно Это была часть Просто культуры нашей Обычно советские мусульмане были Все Вот Так что Значит Никакого понятия Ни о мусульманском Боге Да Мусульманское понимание Бога Не было у меня Ни о христианском Понимании Бога Ни об иудейском Понимании Бога У меня не было Вообще никакого То есть я вырос Мама и папа Были атеистами Убежденными Вот как бы Да И Вырос в лучших Как говорится В худших традициях Да Марсизма Ленинизма К сожалению Вот Поэтому Ну ладно Я извиняюсь Опять начал Подробно рассказывать Я просто Как начинаю свидетельствовать Я у меня Мне хочется Все рассказать Но Одним словом Я вернулся Вернулся Вот И Пережил Встречу Пережив встречу с Богом Вернулся на землю Снова Входил в свое тело Плюс Еще не только Я воскрес тогда Но пережил исцеление Исцеление полное Оба легких Отекли Когда я умер А здесь Когда я зашел Снова в себя То легкие были чистые Вот Мое воскресенье Врачи как-то попытались Родителям как-то Объяснить Что мол Видимо такое бывает Редко Как бы скрытый резерв Какой-то Открылся организм Какой скрытый резерв Никакого резерва Не было Смерть Все Легкие отекли Значит наступила смерть Все Констатация Как это объяснить Какой резерв Ну Видимо Родители мне это потом Несколько лет спустя Там уже Рассказывали Что мол Скрытый резерв организма Но очищение обоих легких Они никак не могли объяснить Абсолютно Вот Вот И все С того момента Вернувшись Я вернулся уже С другими мозгами Совсем С другим мышлением Я без Бога Уже не мог жить Абсолютно Вот Встреча Вторая такая Радикальная встреча С ним была Вот Это было уже В Советской Армии Да В 80-е годы еще Да Значит Советская Армия Вот Значит Ну последние уже Годы Советского Союза Получается Да Завершение уже Советского Союза Как раз Застал Да Под занавес уже Получается Служил Вот И моя первая Такая Уже не выходя из тела Встреча С Иисусом Была там В карцере Значит Где Ну Там у нас был офицер Который Считал Что Раз Рота Образцовая Как начальник штаба Говорил Но там есть Одна паршива Овца Которая Все стадо Портит Вот И на моем личном деле Как мне один Рассказывал Ну не один А старший прапорщик Значит Секретной части полка Особист Он уволился Потом из армии И в 92-м году Я уже был священником Я с ним встретился Случайно Вот так вот Он уже в Москве Там дяконом служил Вот Рассказывал он Свои деятельства Свои интересные Очень даже И он говорил Что значит Что да Вот он видел Мое дело И там написано Было верующий Вот я понял Почему Ну и знал раньше Но просто от него Это было подтверждение И вот Да Встреча была Там в карцере Я об этом тоже рассказывал Одно время часто рассказывал Потом как-то Не знаю Проходит время Что-то забывается Что-то помнится Но Были другие встречи Но вот самое первое Конечно В 13 лет Самое незабываемое Вот Можете послушать Да Джейсон Пишет Да А я встречался С летающим Макаронным монстром Вау Да Не приведи Господь Да Он мне сказал Что он создал Иисуса Аллаха Будду И даже Самого Кришну Вау Не Ну это уже Как-то насмешка Уже Да Ладно Пусть Бог Благословит вас Все-таки Встретиться Ну с реальным Богом Вот С реальным Господом Иисусом Вот Макаронные изделия Все это так Шутки какие-то Анатолий пишет Вы избраны Господом Для проповеди Евангелия На земле Вот так громко Так вот Довольно Избраны Все избраны Действительно Все званы Мало правда избранных Но все кто откликаются На призыв Божий Все избраны Если вы приняли Иисуса Христа Анатолий Как своего Господа Спасителя Вы святой И избранный Вот Значит Поэтому Так бросаться Такими словами Очень так вот Слишком По Библии Бог не имеет Ни начала Ни конца Бог Отец Нашего Духа Вечен Поэтому И наш Дух Вечен Да Петр Очень красиво Написали Спасибо Эдуард Пишет Шалом Эдуард Все мы избраны О правильный Эдуард Молодец Поддержал меня Джейсон Пишет Я вообще Топа Сто Фа Рианец Вы Меня Оскорбили Насмешкой Я макароны Тоже обожаю Люблю их Особенно Спагетти Люблю Ну Конечно Те Кто обижается Набиженных Воду Возят Вообще Те Кто обижается Православные Или Вот эти Пастофарианцы Католики Мусульмане Иудеи Кто угодно Но это Несчастные Люди Потому что Человек Возрожденный Свыше Человек Переживший Бога В своей Жизни Он Он Не обижается Вот Поэтому Желаю Действительно Этим Самым Вашей Обидой Оскорбением Что вы Оскорбились Вы показываете Что вы еще Не пережили Встречу с Богом По настоящему А просто Насмешкой Делайте Насмешку И все Значит Над Верующими Над христианами В данном случае Алла пишет Да Рады вас слышать И видеть Брат Сергий Вам и Дому вашему Всего В чем нуждаетесь Служение Ваше Пусть будет Всегда угодно Господу Аминь Слава Богу Спасибо Не только Пасторы И священники Кто родился Свыше Да Дерзаем Аминь Аминь Аллилуйя Ладно А то сейчас там уже Много всяких Будет сообщений Но Да Аминь Тоже Аминь Все Слава Богу Пусть Господь Благоставит Давайте сейчас И пастор Афианца Там или Как там еще Кто угодно Давайте Совершим Вот это Таинство Причастия Евхаристии Иисуса Христа Своим Спасителем Господом Вот Вот Провозгласим Очень важно В этом как раз Таинстве Вот это само Осознание Осознание И провозглашение Иисуса Христом Сыном Бога Живого И я допустим Когда общаюсь Даже с Атеистами Да Я говорю Хорошо Вот в атеист Но признать Иисуса Христом Господом Вашим Спасителем Потому что Иисус Умер За всех За всех И все За одного И за атеиста В том числе Умер И за представителя Любых религий Конфессии Поэтому Слава Мы говорим Иисусу Христу Навеки Слава Богу Святому Аминь Так что Друзья Надо Всем нам Сегодня Причащающимся Телой Крови Христа Исповедовать Иисуса Своим Господом Спасителем Во первых А во вторых Рассуждать О теле Крови Христа Во всем Объеме Во всей Полноте Своей Каким образом Иисус Он не только Умер за наши Грехи Но Он Взял на себя Наши немощи Понес Наши болезни И ранами Его мы Исцелены Поэтому Действительно Какие бы ни были Наши там Религиозные Воззрения Их Море Огромное Сколько людей Столько мнений Вообще Миллиарды людей Миллиарды Богов Своих представлений О богах О боге И прочее Религий Ну мировых Конечно Не так много Таких огромных Больших религий Но А таких Небольших Таких Сообществ Религиозных Разных Тысячи Тысячи Десятки Тысячи Там может быть Даже сотни Тысяч Я не знаю Но Самое главное Не в этом А самое главное В том Что Бог Над всеми Нами Бог Он Действительно Отец Наш Как в той Древней Еврейской Молитве Которую Иисус Он Ученикам Как раз И провозглашал Сказано Авину Малкейнум Шеба Шамайим Авину Шеба Шамайим То есть Отец Наш Который На небесах Или Отче Наш Ижи Иси На небесах Как в славянском Переводе Поэтому Самое важное Осознание Что Он Любит Нас И Он По своей Любви Отдал Сына Своего Единородного За нас Иисуса Христа Спасителя Чтобы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную Аминь Аллилуйя Так Здесь еще Много сообщений Пришло Вижу Да Слава Иисусу Да Аминь Джейсон Опять пишет Ладно Убедительно Убедительно Ответили Съем За Ваше благо Тарелку Макарон Запью Пивом Надену Черную Повязку На глаз Раминь Ну ладно У вас свои Там Традиции Какие-то Чудные Конечно Традиции Но хотя В принципе Мы тоже В пузатой хате Сидели Вчера С Кифой И Сергеем Ну тоже Мы не совершали Ритуально Причастие А мы Пожалуйста Что ели Борща Ели Допустим Кстати мы все Заказали Втроем Борщ Как раз А мы С Сергеем Борща Взяли Что еще Брали Короче Он взял Кифа Котлету По-киевски Мы взяли Куриные Отбивные И всякие Овощи Гарниром Были Я взял Томатный сок Мы кушали Просто Обычно Еду Заказали Вообще В пузатой хате Классно В Украине Наверное Самый И он Недорогой И Можно Недорогой И очень Хорошо Поесть Поэтому Рекомендую Кто В Украину Приезжает И вы не знаете Где перекусить Допустим Так быстренько И чтобы Недорого И вкусно Было То рекомендую По своему Опыту В пузатой хате Самая классная Возможность И мы сидели Вчера После собрания Как раз Мы приехали И Здесь Неподалеку На левом берегу Вот Забыл Как называется Торговый центр Большой И кушали Сидели Кушали И рассуждали Молились Такое присутствие Бога было Да Мы ели Просто борщ Ели просто Я ел Вот эту Отбивную Куриную Но Это было Причастие Это было Евхаристия Потому что Христос с нами И всякий раз Когда мы едим Мы смерть Господню Возвещаем Доколе Он придет И Форма Различна Может быть Вообще Просто Ешь Борща Но Это причастие Тела и крови Христа Когда ты рассуждаешь О теле Господнем И поэтому Даже если Вот тот Пастор-ферианец Или как там Съест тарелку макарон Но во слава Господа Пусть это будет причастием На самом деле Самое главное Что Господь любит вас Знаете это И что Отец возлюбив Мир И вас лично Отдал свою жизнь за вас Свою кровушку За вас пролил Здесь даже Предлагает Покаяться А Роман пишет Спасение только Во Христе И не приняв Его своим Господом Спасителем Человек не может Спастись Предлагает Покаяться Джейсону Родной И не страдая Мусором И делать добрые дела Во Христе Джейсон Долгу не остается Вопрос задает Тут же А как вы относитесь К РПЦ И ее деяниям Ну как К людям С любовью Как к структуре Такой религиозной Мафиозной Коррумпированной Структуре Конечно же Негативно А к людям С любовью Я сам выходец ЗРПЦ Поэтому я прекрасно знаю Что люди везде разные В любой конфессии В любой структуре Петр пишет Да приятного аппетита И хорошего настроения вам Аминь Евгений Даже написал что-то Как вы считаете Мог ли Иисус Ходить по воде В шторм Да Конечно Не только я считаю Библия говорит об этом Какие там Традиции Сидит пацан И прикалывается Хочет показать Что самый умный Ну может быть и так А может быть и нет Не поймешь Интернет такая вещь Что пишет Человек Если не знаешь его То кто его знает Может быть это И не пацан А уже Старый дедушка Кто знает Бывает так что Люди пишут там Что там Девица молодая Значит И фотографию поставят Молодую девицу А там пенсионерка Сидит допустим Или наоборот Там бабушка А пишет Девица молодая Поэтому кто знает Да Значит Семья Татьяненко Да Мы тоже там были Аллилуйя В Пузатыхате Да Были тоже Молодцы И дешево поесть Можно Да Классно вообще Я Мы даже пару раз Уже так вот Церковно собирались Вот я думаю Что После Львова Вернемся Я вернусь после Львова И мы снова Там В Пузатыхате Заедем Вот соберемся И проведем Там Несколько столов Вместе И проведем Такое Хлебопреломление Агапу Такую Приведем Вечер любви Просто Вот в Пузатыхате Поедим борща Во слава Господа Иисуса Христа Вот Так Слава Господу Что есть интернет И возможность общаться Анатолий пишет Аминь Петр Несомненно Иисус Это Бог Во плоти Христос Христом действовал Бог Через Духа Святого Несомненно И дедушка Кстати Мне 54 года Я пожилая Спагетти Но я чуть помоложе Мне только 50 Только вот И то еще Не исполнилось еще Ну Примерно Одноготки С вами получается А Эдик пишет Кифа Пророчество Вчера Видел Слава Богу Трансляцию Кстати Кто не посмотрел Трансляцию Посмотрите Вчерашнюю трансляцию Получилось у меня Сделать Ну правда Там иногда Прерывалась К сожалению Скорость Я с телефона Просто сделал Трансляцию Но Ну надеюсь Там основное Оно Получилось Там Посмотреть все Но у меня на камере Запись есть Правда я так Не выложил еще Я думаю что Надо будет Заняться просто Может завтра Время будет Еще чуть-чуть Перед поездкой Успеть выложить Ладно друзья Да Слава Богу Владимир Долгий пишет Слава Господу Показавшему Так же что Евхаристия Берет свое начало С проявления Бродолюбия В покрытии Да На самом деле Так и есть Эдик Где А что где Что-то я не понял Честно говоря Разве нормально Человек такое Напишет Ну Не Всякие В ресторане Делали А В пузатой хате Это ресторанчик Такое Это Столовая Ну По русски Это столовая Называется Да А так это Можно сказать Ресторанчик Там принцип столовой То есть Ты берешь поднос Себе там накладываешь На кассе рассчитываешься Значит На столик Все выкладываешь Кушаешь Ну Именно принцип столовой Но очень вкусный Очень И недорого И вкусно Вот Поэтому Церковные агапы Кстати Храм это в древности Строились с трапезнами Трапезные сейчас строят Но От них только название осталось Потому что Собственно Там трапезничать Никто не трапезничает Фактически Не проводят трапезны Может в монастырях Только не знаю В таких обычных храмах И не проводят Вот Поэтому Моя мечта Чтобы действительно Об этом во Львове Будем говорить Там церковь Агапа называется Как раз Агапа Эти вечери любви Сама Евхаристия Собственно Центр Вот этой вечери любви Надеюсь Трансляции получится Со Львова делать Поэтому следите Тоже за объявлениями Значит По киевскому времени В 7 часов вечера Начнется Вот В это время Как раз Начнется трансляция В 7 часов вечера Сейчас почти 7 уже У нас По Киеву Со Львова В среду В среду Так Слава Богу Как вы относитесь К Духовному Центру Возрождения Пастор Владимир Мунтиано Потому что Очень много Негативного О нем В интернете Да всякого Полно И негативного И позитивного С любовью С христианской любовью Как бы Консервативных Я по Киеву Я просто сужу Слава Богу То тогда Рассуждая Видимо Лучше Доходит Когда Пережевываем Когда Глотаем Кушаем То Лучше Доходят Поэтому Образы Самые прекрасные И самые простые Хлеб и вино У меня Виноградный сок И вот Просто Кусочек Батона Обычного Батона Который Купил Возле метро Белый хлеб Украинский хлеб Слава Богу Вот И совершаю Причастие Рассуждаю Но я знаю Что это не просто Хлебушек Это не просто Сок виноградный Здесь купил Даже несколько пачек У меня впрок Еще Лежат Сандора Хороший Виноградный сок Слава Богу Производят тоже И Знаете Но самое главное Что это Не просто сок Не просто это Хлебушек Нет Это тело и кровь Моего спасителя Я так рассуждаю сейчас Это тело и кровь Моего Господа Иисуса Христа Аллилуйя Что делать Когда в церкви Есть человек Который постоянно Хвалит другую церковь И не уходит В нее Постоянно Жалуется У нас Не так Как у них И к тому же Этот человек Служит в церкви Таких полно Несчастных людей Но Что жалеть Просто таких людей Благоставлять Вот Потому что Я обычно так Когда пастерствовал Здесь в Киеве Кстати Вот Сейчас у нас Благочинный Здесь пастерствует Наш священник Отец Алексей Прошак Благочинный Наш протерей Отец Алексей Значит А Когда пастерствовал То я обычно так говорил Что если вы Вот допустим Пришли в церковь Выходите сейчас В церковь В собрание И допустим Вы видите Что Чего-то не хватает Да Вот Допустим Там не знаю Ну в пении Там Или Каком-то Каком-то служении Чего-то не хватает Или какого-то служения Вообще нет Которое Хорошо было бы Чтобы в церкви было Какой-то недочет Какое-то упущение Вы видите То Смотрите Как вы мыслите Христианин Должен мыслить так Что если Видит недочет Где-то Неустройство Недостачу Он должен покрыть это Должен Позаботиться об этом Приложить к этому Силу свою Если Не в состоянии Он это сделать Физически Не финансово Нет Может быть талантов Там певческих Допустим Музыкальных И других То По крайней мере В молитве Об этой проблеме Молиться Пред Богом Вот значит И Находить Возможность Кого-то задействовать Организовать Кого-то из братьев Сестер Может быть Скромничающих Вот Ложной скромностью Такой как бы Ну и не ложных Может вообще скромных Самих по себе людей Которых Есть люди Которых нужно подталкивать Постоянно Вот как бы Знаете Вот Кого-то подтолкнуть Что дорогой Там недорогая Вот тебе надо Как бы В этом служении Принять участие Допустим Чтобы Или как бы Приложить усилия Какое-то Но чаще всего Самому Как раз Обычно тому Кому Вот открыто Что-то Недостачка Какая-то Чего-то Нехватка Да То именно Как раз Это и есть Свыше знаком Что это Его служение Допустим Там Можно вспомнить Многих Там не знаю Роман Сладкопевец Там других Всяких Интересных Личностей В древности Да В древней церкви Даже не имея Голоса Да Он начинал Петь Просто Пред Богом Просто плакал Молился Господи Вот я хочу Прославлять тебя Но у меня нет голоса И Бог давал голос И он пел Поэтому Если даже у вас нет голоса Допустим Слуха Но вы видите Какое-то Допустим В пении Да В церковном Какая-то проблема Прилагать усилия Тоже Возьмитесь за это Вот Даже если у вас нет голоса Слуха нету Не беда Господь даст все И слух ваш откроет Сделать тончайшим И ну Ну как бы Как Совершеннейшим Потому что все заложены В нас Заложены Просто что-то не открыто Какие-то опции Еще не выбраны В нас Просто надо Ну переформатировать Надо как-то все С Божьей помощью Трансформироваться Вот В нужное Направление Такое И сделать это Делать это Потому что Если человек Он как бы Замечает Ему Бог показывает Открывает что-то Да ему Свыше открылось Ему что-то В церкви Не так Если он начинает Это не покрывать И не молиться об этом И не действовать В этом направлении А критиковать Как бы значит Да Жаловаться на судьбу Там значит Там прочее Он избирает Путь смерти Он избирает Путь смерти Именно на самом деле Путь жизни Путь жизни Это как раз Любовь А путь смерти Это самосожаление Зависть Осуждение Вот и прочее Есть два пути Путь смерти Путь жизни Для каждого человека Верующего Неверующего В жизни Эти пути Они Выбор неизбежен Просто неизбежен Для каждого человека Поэтому Верующий Он может ориентироваться В этом лучше Конечно У него есть писание Подсказка свыше Дух святой Который подсказывает ему Неверующий Как правило Выбирает путь смерти К сожалению Очень часто Хотя Есть исключения Бог ведь На всех Посылает свой дождь И на праведных И на неправедных И солнце его всем светит И добрым И зным людям Так что Он добр и милости Ко всем людям Абсолютно Аллилуйя Аминь Анатолий пишет Да Обязательно ли Принимать Причастие в церкви Или достаточно Это делать дома Сами смотрите Вот Я Никого Никуда не агитирую Абсолютно Значит И мне как-то даже чудно Это честно говоря Я не вижу Здесь никакого Там противоречия Конфликта То есть для меня Я принимаю причастие И у баптистов И у харизматов И у адвентистов И у Там не знаю Ну у кого я принимал еще У минонитов Тоже был причастие У католиков В православных храмах Я принимаю причастие Потому что для меня Причастие это Христос Причастие для меня Христос Просто иду по парку Гуляю У меня просто бутылочка воды Сухарик Я беру и кушаю Рассуждаю о теле Христа О крови Христа Или практикую Бесконтактное причастие Как я его называю Бесконтактное Просто идешь Молишься Переживаешь присутствие Бога Вдыхаешь Выдыхаешь Вот этот любви Аромат Божий И это есть причастие Тело крови Христа Причастие совершается Не просто ртом нашим И желудком нашим Нет и нет Можно съесть Вот как вот там Товарищ писал Миску этих Тарелку макарон Спагетти И причаститься Господа А можно Съесть все Кошерный хлеб Правильное вино Выращенное в виноградниках Израиля И даже рассуждая Казалось бы О теле крови Христа Но так и не причаститься Потому что полное Рассуждение о крови Христа Это не просто Он умер за всех Нет А умер лично за меня Осознание этого Что он лично мой Господь Лично мой Царь Пока человек это не осознает У него нет причастия Просто-напросто Без исповеди Там пускают принимать Исповедь Опять-таки Отношения к исповеди Очень различные В разных церквях В православных храмах Тоже очень различные Отношения к этому Есть Ну В таких вот Будем так сказать Ортодоксальных Православных Я не могу принимать Причастие Потому что Даже если подойдешь К исповеди То опять-таки Я же допустим Богородице не молюсь Святым не молюсь Я как Я не могу В этом причащаться Но есть православные Которые Такие более либеральные Более открытые Такие Понимают Общаюсь со священниками Бываю в храмах Причащаюсь Вот там где Люди понимают Что да У меня понимание Есть иное Но это нам не мешает Общаться Молиться вместе Потому что В главном у нас единство Во второстепенном Свобода Разнообразие А во всем Божья любовь Вот Ну и конечно Проповедую тоже В церквях Когда в США Допустим Православных церквях Тоже Там вообще Свободно очень Песятники очень открытые Ну не считая Опять таки РПЦ К сожалению РПЦ держится Особняком Даже в свободном мире Находясь Но здесь Не свобода В душе Не свобода Считая только себя Правильными Это сектантское мышление Очень опасное мышление Роман пишет Песятники Не дают причастия Кто не Христи Всевых не громади Тоже Не везде так Есть и такие Песятники Которые Даже с другими Песятниками Не общаются Да Значит Есть Песятники Нормальные Адекватные Которые принимают Всех Я бывал В таких церквях Песятнических Принимал причастие Тоже со всеми Кто вступил В завет с Господом Иисусом Христом В водном крещении Так они говорят обычно Вы тоже раньше Исповедовали людей Конечно И сейчас тоже Если человек Вам просит Исповеди Просит консультирования Собеседования Какого-то Даже через интернет Пожалуйста Значит Я Принимаю Будем так сказать Исповедь Это Господь принимает А я Вот в общем-то Как служитель Ну да После исповеди Говорят Помолись Заразой Богородицы Ну И такое есть Да Вот Пусть Бог Благословит Всех нас Дорогие друзья Братья и сестры Вот И Вкушаем хлеба Возьмите сок Налейте себе Если нет сока Я просто воды Использую Просто беру Бутылочку воды У меня с собой Дорожную Вот беру Просто пластиковая вода Бутылочка Наливаю воды Кипяченой Обычно И у меня с собой вода И вот Причастие Мое Евхаристия Потому что Причастие Совершается Я говорю Не просто Желудком Нашим Да Ртом Нашим Нет То что входит Оно не может Нас Осквернить И тем более Не может нас Осветить На самом-то деле А что Исходит Из нас А что Исходит Что может Нас Осветить Именно Рассуждение О теле Крови Христа Поэтому Совершается Вот здесь И вот здесь Совершается Нашей душой Нашим сердцем Совершается Нашим разумом Слава Богу И причастие А вот Нашим Ну как Ртом Желудком Нашим Да Причастие Вот это Само Вещество Чтобы съесть Это для того Чтобы Ведь мы Дух и душа И тело И у нас Все Ну чисто Теоретически Богословски Можно разделить Объяснить Что есть то Что есть то Что есть то Но На самом-то деле Это чисто Довольно Условно Потому что Человек Он един Он не разделен Он един И у нас Все связано И духовное И душевное И физическое И так Переплетено Что Никак это не разделишь Абсолютно Это все одно Один человек И тело Это я И душа моя Это я И дух Это я Тоже Это все я Вот И Когда я кушаю Да Говорится То Я Молчу И слушаю Да То есть Я рассуждаю О теле крови Христа Рассуждаю О Господе И когда кушаю Пью Кушаю То Я Действительно Лучше до меня доходит Поэтому Можете на самом деле Причастие сделать Просто тарелка макарон Спагетти Сделайте себе С пастой И это будет ваше причастие Или борща налейте себе Допустим Тоже причастие ваше будет Для Тела будет есть Душа рассуждать И дух Соприкасаться С божеством А кто придумал молиться Деве Марии Ну Дьявол конечно научил Людей молиться Вот А исторически Как это пришло в жизнь церкви Можете в моих лекциях Послушать Внимательно более История христианства Архиепископ Сергей Журавлев Набирайте в интернете Там много этих лекций Или культ Богородицы Я там это подробно рассказываю Это не христианство Это антихристианство Просто имплантировано было в христианство Но опять таки для чего Чтобы отвлечь людей от Бога Враг пытается все сделать Что можно Что нельзя Лишь бы Отвлечь людей от Искупителя От нашего Господа Иисуса Христа Поэтому Наша задача Не поддаваться на эти провокации Наша задача Не отвлекаться Отвлекаться на эти вещи А взирать на начальника веры И совершителя веры Иисуса Христа Анатолий пишет Испытываете ли вы гонения Находясь в Киеве Да вы что Анатолий Вы смеетесь наверное что ли Надо мной Вот Эдди говорит да Вот Вот Потому что Анатолий Вы наверное просто Я не знаю Если вы с Украины То Вы такое не могли написать Значит Вы находитесь где-то за периметром Украины Наверное Скорее всего Потому что здесь полная свобода Абсолютная религиозная свобода Значит И Здесь Благодать В России В Белоруссии Да Я к сожалению Нахожусь на нелегальном положении То есть Я проповедую Но без рекламы Там гонят Меня штрафуют Анатолий пишет Я с Украины Ну тогда Слушайте Тогда не знаю С какой вы Украиной Непонятно тогда Вот значит Потому что Украина Свободная страна Не считая конечно Крыма И Донбасса Тех частей Донбасса Что оккупированы Вот Там где оккупация Сейчас Там конечно да На этой части Украины Там Сейчас временно оккупированы Территории Донецкой Части Части Луганской области Части Ну и Крыма Полуострова Вот на этих оккупированных территориях Там конечно беспредел Там чекистский беспредел Там РПЦ ФСБ летует Там Братьев прессуют Сажают Штрафуют И в общем-то Такая Монстр Безбожного СССР Вновь восстает К сожалению Но я надеюсь Что это Временно Оккупация И скоро Очень скоро Это будет Свободная территория И Крым И Донбасс Будет свободным И снова там Будет прославляться Имя Господа Свободно И верующие Разные конфессии Разные динаминации Будут славить Господа Иисуса Христа У нас нет гонения На христиан Да Слава Богу Вот В Украине На самом деле Свобода Значит Здесь нет гонения Ни на христиан Ни на мусульман Ни на Макаронолюбителей Там Ни на кого Абсолютно Здесь полная свобода Можешь верить Можешь вообще не верить Ни во что Даже Пожалуйста Никто тебе даже Слово не скажет За это Дух человека Внутренний человек Есть Господин Душа Раба Пасущая А тело Раб Пашущий Аминь Аллилуйя Вот такое красивое сравнение Да Тоже да Можно выразиться Но это один человек Это один человек Да вот Как допустим Роман говорит Бреша Там Страшник преследования Если на оккупированных территориях То там преследования конечно Да Значит Ну надеюсь Имелось ввиду Не оккупированная территория А может быть Пред Ну предфронтовая зона Какая-то серая И как называется она эта зона А там где Ну Украинские части Стоят Там Свобода Хорошо Друзья Да В Донецку Я молюсь Загонимых верующих Вот Я знаю Что такое Не понаслышке Сам испытывал Гонения Не раз Вот И Да и сейчас Прохожу порой Такие В России Очень такие Тяжелые Такие Да Это времена Когда тебя арестовывают Постоянно штрафуют Тебя допрашивают Заводят уголовные дела Вот Это Я когда впервые В Петербурге был судим Был перед судьей В роли подсудимого Меня судили по закону Там Яровой Как считали Вот Совершенно без закона Меня судили Штрафовали Хотя По закону Даже Яровой Я был прав Законным был на моей стороне Там даже Этот Адвокат Один значит Был там этот Юрист Как его Он пастор Церкви Лютеранской церкви Да Из Питера Он даже Это просто Невероятно Вообще Просто беспредел Просто судья Она была в таком Сама Я видел ее глаза Я видел как она Ей было самой стыдно Она читала Решение Таким Умирающим голосом Тихо Тихо В зале тишина Люди прислушивались Еле было слышно Что она говорит Она была А сама понимала Что она находится Просто в дурацкой ситуации Ей просто сказали Сверху сделать это И она это делала Она понимала Что она Совершает беззаконие И вот сейчас Многие милиционеры Там судьи Прокуроры Понимают прекрасно Что делают беззаконие Но вынуждены Потому что их Обязывают к этому Их положение Хотя есть и не те Есть и другие Которые Не по долгу службы Как бы Не по нажиму сверху А по Своему убеждению Являются гонителями Церкви Божьей Вот Поэтому Вот за тех Конечно тоже Ой Переживание Потому что Люди идут против Бога Сознательно Когда смысленно Это Очень несчастные люди Вот И Наша задача Поэтому Я в этом много раз Убеждался Как верующих Именно молиться И благоставлять Сознательно Сознательно Сознательно